Добрый день, я Валентин Хохлов и мы продолжаем цикл передач об истории Средних веков. Предыдущие три выпуска были посвящены истории Франции в Высоком Средневековье. Теперь давайте посмотрим, что же в этот период происходило в другой важной части бывшей империи Карла Великого, в Германии, на севере Италии, то есть в пределах Священной Гимской империи. Поразительным образом истории этих двух частей являются как бы своими противоположностями. С одной стороны Кобетинги побеждают врагов и объединяют Францию, а с другой последний Гогеншталфен кончает свою жизнь на эшафоте, а Германия и Италия распадаются на множество практически независимых княжеств. Для меня основным источником этой части цикла является работа немецкого историка Оскара Егера, который писал ее в конце 19 века. 14 выпуск мы завершили тем, что в 1024 году умер император Генрих II, последний представитель саксонской династии. А 4 сентября того же года на ассамблее в Майнце немецкая знать избрала королем его дальнего родственника Конрада, графа Шпейра и Вормса. Этот Конрад был правнуком герцога Лотаринги Конрада Рыжего, о котором мы упоминали в том выпуске. Вот это тот самый герцог Лотаринги, который служил Атону I, надзирал над королем Италией Берингарием II. Этот Конрад был женат на дочери Атона Лиутгарде. И вот это и есть та родственная связь, благодаря которой Конрад II получил престол. С этого короля начинается новая династия, прозванная Солической. Конраду II на момент избрания было около 40 лет. Как говорится, он звезд с неба не хватал, но был человеком здравомыслящим и практичным. Он быстро получил признание во всех частях королевства. Расстроил союз польского короля Мечислава II с датским королем Кнутом. Он уступил последнему шлезвикскую марку. Успешно совершил поход за Альпы. Корновался в Милане как король Италии. Даже пытался закрепить свое верховенство над лангобардскими княжествами юга страны Беневента, Капы и Селерна. Впрочем, об этом, о юге Италии мы поговорим отдельно. 26 марта 1027 года Папа Иоанн XI короновал Конрада римским императором. Через год после итальянского похода в Германии Конрад успешно подавил мятеж герцога Шваби Эрнеста. Лишил его феода и сам стал править этим герцогством. А другое важное герцогство Баварию отдал своему сыну Генриху. Таким образом, успешные действия Конрада на внешних рубежах. Его войны с польским королем Мячеславом были сначала неудачны. Император заключил союз тогда с чешским князем и венгерским королем. И даже с киевским великим князем Ярославом Мудрым. И после этого в 1032 году сумел таки одолеть Мячеслава и привести поляков к покорности. В том же 1032 году умер бездетным последний король Арелата из династии Вельфов Рудольф III, который завещал корону Конраду. Дело в том, что теща Конрада была сестрой Рудольфа. Правда, в борьбу за власть над Арелатом вступил Эд де Блуа, о котором мы говорили ранее. Но напомню, что графы Блуа были враждебны Кобетингам, королям Франции. Таким образом, Конрад нашел союзников в себе в лице короля Франции Генриха I. И когда Эд де Блуа попытался атаковать Конрада в Лотарингии, он попробовал заучиться поддержкой местной знати, но Конрад его опередил. И в 1033 году передал все герцогство Лотарингия герцогу Гозело из Орденского дома, который до того правил в Нижней Лотарингии. И вот благодаря этому он обрел важного союзника в Лотарингии. И вот этот герцог Гозело разбил Эд де Блуа в битве при Бар-Ле-Дюк в 1037 году. В этой битве Эд погиб, а Гозело прислал его голову как трофей императору. В 1039 году Конрад II умер, и престол пришел к его 22-летнему сыну Генриху III. Это был хорошо образованный молодой человек. К тому времени он уже был активно вовлечен в управление государством. Благодаря политике отца Генриху были сразу же подконтрольны Бавария, в которой он правил. А также герцогство его отца, это Франкония и Швабия. И королевство Арелат, унаследованное от Рудольфа. Таким образом, большая часть империи уже была под властью Генриха. Лишь в двух племенных герцогствах, это Саксония и Лотарингия, были независимые герцоги. Также князь Чехии, короли Польши и Венгрии были покорны Генриху III. В 1039 году умерла первая жена короля, датская принцесса Гунхильда. И в 1043 году Генрих сочетается с браком с Гнессе Дюпо-Тье, дочерью герцога Аквитании Вильгельма V. В 1044 году герцог Лотарингии Гозело умер. У него осталось два сына. Старший Готфрид Бородатый рассчитывал, что все герцогство достанется ему. Но король вновь разделил Лотарингию на две части. Отдал этому Готфриду лишь верхнюю Лотарингию, а нижнюю Лотарингию предоставил ему младшему брату Гозело II. Это вызвало жесткий конфликт между Генрихом и Готфридом. И последствия имели очень большое влияние на последующие события. Между тем, в 1046 году Генрих III был на решении своего могущества. Он выступил в поход в Италию, где папство переживало кризис. Там было одновременно целых три папы. И Генрих способствовал тому, что взамен вот этого многовластия был избран единый папа Климент II, который на рождество того же года короновал Генриха римским императором. Впоследствии Генрих имел решающий голос в избрании следующих пап Дамаса II и Льва IX. Он также имел влияние на юг Италии, который формально не входил в империю. Там начиналось его покорение норманами. Это будет наша тема следующих выпусков. Но тем временем в Лотаринге ситуация накалялась. Готфрид Бродатый, которого король лишил феодов, воевал с новым герцогом Верхней Лотаринги, Адальбертом из Эльзасского дома. Победил его, убил в битве. Тогда Генрих передал Верхнюю Лотарингию брату Адальберта Герхарду. И вот с этого Герхарда начинается Лотарингский дом. Потомки этого герцога правили Лотаринге до 1736 года. Готфрид сохранил за собой лишь родовое графство Верден. Но уже в следующем, в 1054 году, он сочетается браком с вдовой Маркграфа Бонифация Тосканского. И таким образом становится очень важным игроком в Средней Италии. Так, в 1057 году, когда умер папа Лев IX, Готфрид Бродатый добился того, что следующим папой был избран его брат Фридрих, который правил по имени Стефана IX. И этот папа одаровал Готфриду герцогство Спалета. Это было частью большого плана папы освободиться от подчинения императора и создать независимое государство в Италии. Но, к несчастью для Священной Римской империи, да и для Солической династии, император Генрих III умер 5 октября 1056 года. Совсем еще не старым человеком, ему было всего 39 лет. Его сыну и наследнику Генриху IV тогда было всего 6 лет. Регентом стала мать Агнеса де Буатье, которая находилась под сильным влиянием епископа Аугсбурга Генриха. Но когда мальчику было 12 лет, его похитила конкурирующая партия, во главе которой стояли архиепископы Кёльнский, Майнский и знатный саксонец Атон Нордхаймский, который получил тогда от императрицы герцогства Бавария. Следующий поворот такой судьбы мальчиков в 15 лет, он стал совершеннолетним, Кёльнский архиепископ Анну был оттеснен от юного короля архиепископом Бременским Адальбертом, но не прошло и года, как князья поставили перед Генрихом вопрос либо низложения, либо отстранения Адальберта. И вот таким образом юный король лишился своего первосоветника и попал под влияние уже светских князей, во главе которых, ну, первую скрипку, среди которых играл герцог Баварий Атон Нордхаймский. А в то же время, в 1065 году, Готфельд Бородатый, после смерти брата, добился того, что на папский престол был возведен его протеже Николай II. Также он добился того, что король передал ему герцогство Нижняя Лотарингия, и с тех пор вот Готфельд Бородатый оставался уже лоялен Генриху IV. Правда, в 1069 году он умер, но в Нижней Лотарингии и в Ордене ему наследовал его сын. Его тоже звали Готфельд, а прозвища у него была Горбатый. Он был всю жизнь верным сторонником Генриха IV, а в Тоскане из Палета продолжала править его мачеха Марграфиня Беатриса. Готфельд Горбатый был женат на ее дочери Матильде, впрочем, они не были кровными родственниками, хотя их родители были муж и жена, но они были детьми от разных браков. И вот эта Матильда впоследствии унаследовала итальянские владения, то есть Тоскану из Палета, и в отличие от мужа, она была ревностной сторонницей папской партии. Генрих IV в 15 лет стал королем, но его вынудили против его воли князья вступить в брак с братой Савойской. Поэтому Генрих, скажем так, возненавидел светских князей, которые в то время им вертели, как хотели. И через несколько лет он, уже будучи совершеннолетним, уже вступив в права управления королевством, лишил Атона Нортхаймского герцогства Баварию, передав ее Баварию, то есть Вельфу. Ну, на самом деле, этот Вельф, это имя, Вельф IV, вот его так называют, Вельф IV, но он с домом Вельфов был связан лишь по женской линии, а по мужской линии он происходил из итальянского дома Д'Эсте. Но, тем не менее, вот от этого Вельфа IV берет начало младший дом Вельфов, который, в общем-то, в историю вошел. Король также хотел ослабить род Белунгов, который правил в Саксонии. Он заточил молодого наследника этого герцогства Магнуса и предложил ему купить свободу ценой отречения от герцогства. Но в ответ Саксония восстала. И с 1073 по 1075 год в Германии шла междоусобная война, в которой победил король. И казалось, что Генриху IV наконец удалось добиться того, чего он желал, укрепить свою власть в стране, освободиться от опеки светских и духовных князей. Но проблемы начались с другой стороны. Еще в 1059 году папа Николай II провел большую реформу церкви, направленную против ее зависимости от императора. Самым важным шагом стал новый порядок избрания пап, в коллегии кардиналов. Кроме того, были предприняты меры против Симонии, начата борьба за инвеституру. Вот это важный термин, борьба за инвеституру. То есть за право короля назначать епископов и аббатов. Напомню, что изначально епископы избирались жителями, но со времен ранних королингов короли стали активно принимать участие в этом процессе. И де-факто присвоили себе право назначать церковных иерархов. Но активную борьбу против вмешательства светских властей в дела церкви развернули монахи монастыря Клюни. Мы уже говорили об этом важном центре духовной мысли, которая возник на севере Бургундии. И к началу XI века стал очень важной силой во всей западной церкви. И ведущую роль в церковных реформах середины XI века играл Гильдебранд, который в 1073 году был избран папой, стал править под именем Григория VII. Но и при предыдущих понтификах, где-то в течение 20 лет до своего избрания, он в Риме играл, скажем так, вторую роль после папы. То есть он был очень таким влиятельным человеком. И вот в 1075 году между этим папой Григорием VII и королем Генрихом начался конфликт. На соборе в Риме папа добился того, что духовным лицам запретили получать какие-либо места от светских властей, чем нанес удар по королевской инвеституре. Но крупнейшие церковные иерархи в Германии еще со времен Генриха II также были владельцами значительных феодов, которые они в свою очередь получали от короля. Но мы уже детально разбирали феодальное право, и вы прекрасно понимаете суть этого конфликта. То есть феод — это условное владение, которое получалось от сеньора, от аладиального владельца данной территории. И, грубо говоря, получить феод нельзя было без добровольного согласия как его владельца, так и лица получающего феод. И, таким образом, требование папы было просто несовместимо с основами феодального права. То есть либо церковные феодалы должны были отказаться от своих феодов, то есть они получали независимость от короля, но они не могли владеть феодами. Либо они должны были признавать короля своим сеньором и получать от него инвеституру. Генрих, в общем-то, в полном соответствии с нормами феодального права, отказался от каких-либо поисков компромисса, потому что он действительно, его правовая позиция была весьма четкой. Но он решил действовать силовым путем против папы. Он созвал собор в Вормсе в начале 1076 года. На этом соборе папа Григорий был объявлен незложенным. Со своей стороны Григорий VII также решил идти до конца. Он отлучил короля от церкви и объявил, что его васалы свободны от обязательств по отношению к нему. Это был беспрецедентный шаг для того времени. Но папа был тонким политиком, хорошо чувствовал политическую обстановку. Знать в первую очередь саксонское воспользовались поводом для того, чтобы восстать против короля, Аттон Нартхаймский, герцоги Швабии, Баварии и Кариндии на ассамблее знати в Трибуре стали добиваться незложения Генриха IV. Посредником между ними и королем стал аббат Клюни Гугол. Было решено, что у Генриха есть срок до 22 февраля 1077 года, в течение которого он должен получить от папы снятие анафемы. В противном случае король будет лишен престола. Более того, до этого времени королевские права Генриха были существенным образом ограничены. Королю пришлось смириться с этим решением, и он отправился той же зимой в Италию на встречу с папой. Эта поездка получила в истории название «Хождение в Коносу». Дело в том, что Григорий VII, понимая шаткость правовых оснований своей позиции, испугался приезда короля. Более того, на севере Италии, в Ломбарде, которая традиционно соперничала с Римом, Генрих IV пользовался большой поддержкой. И папа бежал из Рима в Коносу, продовой замок марк графини Матильды. А я напомню, что до того, как получить тосканскую марку, предки Матильды были графами Коносы. И вот зимой 1076-1077 года Генрих IV в одеянии кающегося грешника пришел к воротам замка в Коносе и был вынужден униженно стоять перед этими воротами. Один день, второй день, это была зима, то есть было холодно, и ворота перед ним не открылись. И лишь на третий день марк графиня Матильда и аббат Гуго уговорили Генриха VII принять короля. Историки описывают это хождение в Коносу как величайший тюрьм Папы и унижение Генриха IV. Но я соглашусь с Егером, который пишет, что на самом деле хождение в Коносу стало победой Генриха, а не Папы. Да, король принес покаяние и принял условия Папы. Но он добился требуемого от него снятия отлучения и смог получить обратно полную королевскую власть в Германии. А Григорий VII от этой встречи не получил практически ничего и утратил рычаги влияния на ситуацию. В Германии же противники Генриха IV нарушили свою часть договоренности. Но они просто не ожидали, что ему удастся добиться снятия отлучения. В марте 1077 года они избрали антикоролем герцога Шваби и Удольфа, который приходился Генриху свояком. Папа поддержал Удольфа, но это уже мало на что повлияло, потому что для многих людей была очевидна правота позиции Генриха и лживость его противников. В Германии вновь разразилась междоусобица. Генрих, чтобы получить поддержку Шваби, выдал свою единственную дочь Агнесу за графа Штауфена. И от этого брака произойдет следующая королевская династия Гуганштауфена. А Рудольф Швабский в своем герцогстве поддержки в результате не получил. Он закрепился лишь в Саксонии, где позиции врагов Генриха исторически были наиболее сильными. И вот в октябре 1080 года произошла решающая битва возле Наумбурга. Победу в ней отрежало войско Рудольфа, которым командовал Антон Нардхаймский. Но сам антикороль в битве получил смертельное ранение. Ему распороли живот и отрубили кисть правой руки. Той же ночью Рудольф Швабский скончался. Многие рассматривали это как божий суд в пользу Генриха IV. Есть легенда, что раны Рудольфу нанес или Готфрид Горбатый, или его племянник и преемник на посту герцога Нижней Лотаринги Готфрид Бульонский. В будущем легендарный вождь Первого Христового Похода и первый повелитель покоренного Иерусалима. После гибели Рудольфа на самом деле было еще несколько антикоролей, но в 1883 году погиб Антон Нардхаймский и активное сопротивление Генриху IV прекратилось. В свою очередь король вступил в Италию и в противовес Григорию VII в том же 1080 году был избран антипапа Климент III. В 1084 году войска короля взяли Рим, а Климент III 31 марта того года короновал Генриха IV римским императором. Папа Григорий VII обратился за помощью к Норманнам, которые после ухода армии Генриха отвоевали Рим, но жестоко его разграбили. Сам Григорий в результате был вынужден бежать из города и в следующем, в 1085 году, умер в Салерно. Император Генрих в 1089 году сочетается вторым браком с Евпроксией, дочерью великого князя Всеволода Ярославича. И таким образом внучкой Ярослава Мудрого. Поначалу Генрих пылка любил свою супругу, но затем также яростно ее возненавидел. Егер объясняет это неверностью Евпроксии. Другие же историки напротив пишут о том, что это Генрих заставлял жену участвовать в разных развратных ордиях и даже проводил на ее теле черную мессу. В итоге Евпроксия бежала к противнице Генриха Марк Графине Матильде. И к папе Урбану Второму. А Урбан Второй это как бы такой ставленник той же партии, что и Григорий Седьмой. Сама Матильда, она уже была не молодой, ей было 43 года. Но вот новый папа способствовал ее браку с юным 17-летним Вельфом Пятым, сыном герцога Баварии. И хотя супруги вскоре перестали жить вместе, но таким образом был заложен фундамент партии Гвельфов. То есть сторонников папства в борьбе с императорами. А партию императоров в следующем 12 веке назовут Гибеллинами от названия Вибеллингена, замка Гуганштауфенов. Династия, которая сменит целическую на троне Священной Рибской империи. В конце правления против Генриха IV восстали поочередно его старшие и младшие сыновья Конрад и Генрих. Конрад поддержал обвинение своей мачехи Евпроксии против отца и даже заявил, что Генрих толкал его на интимную связь с Евпроксией. Папа Урбан Второй и Матильда в 1095 году поддержали Конрада. Впрочем, брак Матильды и Вельфа V тогда же распался и в результате активного сопротивления императору не произошло. А Конрад в 1101 году умер. Но после выступления сына против себя Генрих решил его наследство, объявил наследником младшего сына, которого также звали Генрих. И Егер пишет, что этот молодой человек был злым, жестоким и лукавым. В 1104 году молодой Генрих предал своего отца, вошел в сношение с папой, быстро нашел союзников в Саксонии, Тюрингии и Баварии. И уже в следующем, в 1105 году собрал сильную армию. Он действовал больше хитростью, чем силой. Он делал вид, что хочет помириться с отцом, вроде как поехал в его лагерь, там о чем-то они договорились, король доверился сыну. И в результате молодой Генрих заставил отца подписать отречение. Хотя дело о Генрихе IV еще не было проекрано, то есть его не заточили, он смог выехать в нижнюю лотерингию. Нашел там поддержку, объявил свое отречение недействительным, стал собирать войска, но заболел и 7 августа 1106 года умер в Льеже. Из-за висевшего над ним отлучения его тело еще пять лет оставалось непогребенным. А Генрих V стал полнокравным королем, но он обманул ожидания папистов и стал править, как ранее правил его отец, проводя инвеституры епископов. В 1110 году король двинулся в Италию и папа предложил ему компромисс. Король отказывается от права инвеституры, а взамен церковь отказывается от всех фиотов. И по словам Пасхалия II, который в то время занимал папский престол, будет довольствоваться лишь десятиной и добровольными даяниями. Договор должен был заключен быть на коронации. Генрих V вроде как согласился 13 апреля 1111 года. Папа Пасхали II короновал его императором. И после этого Генрих огласил условия договора немецким епископам, которые пришли, ну скажем так, в негодование. Потому что по этому договору они лишали своих фиотов. И там же в соборе святого Петра они, немецкие епископы, возмутились. А поскольку в соборе в основном находились, ну скажем, вооруженные люди немцев, то они схватили папу и, ну, захватили его в плен, скажем так. Генрих V лицемерно пал перед Пасхалием на колени, сказал, что он хочет избежать кровопролития, и поэтому просит, ну, как бы пересмотреть условия договора. И папа был вынужден уступить. В январе 1114 года Генрих V сочетается браком с Матильдой, дочерью короля Англии, Генриха I. Это вот та самая Матильда, вторым мужем которой был Жоффро Апплант и Геннет. Но вот этот первый брак с Генрихом, ну, был достаточно удачным. На свадьбе присутствовали все герцоги, то есть герцоги Паварии, Швабии, Каринтии, князь Чехии, даже герцог Саксонии, лотарь фон Супленбург. Который наследовал упомянутому ранее Магнусу, последнему герцогу из рода Белунга. Но, тем не менее, уже в следующем, в 1115 году, князья восстали против императора и нанесли ему поражение. В том же году умерла Матильда Тосканская, которая завещала свои владения папе, но, в принципе, это были феоды, и формально все-таки они принадлежали не Матильде, а империи. Генрих V бросил борьбу в Германии, и поехал в Италию для того, чтобы захватить наследство Марк Графини. Лишь в 1118 году император Генрих V вернулся в Германию, там бушевала междоусобная война. К 1121 году стороны осознали губительность этих рас, никто там не одерживал решающие победы, и стороны начали искать компромисс. И в результате в 1122 году был заключен так называемый Ворнский конкордат. Согласно ему, император отказывался от инвеституры перстням и посохом. Но выборы епископов и аббатов в Германии должны были проходить в его присутствии. Однако император сохранял такую символическую инвеституру скипетром, которая означала, что новоизбранный епископ или аббат приносит оммаж за феод, а сам вот этот епископ или аббат должен был в полной мере исполнять обязанности вассала. Что касается других частей империи, то есть Италии и Бургундии, то император там не мог участвовать в выборах, а пожалование феода осуществлялось через 6 месяцев после избрания епископа или аббата. Вскоре после заключения этого Ворнского конкордата 23 мая 1125 года Генрих V умер в возрасте 43 лет, у него не осталось детей. О том, что произошло дальше с троном Священной Римской империи и Королевской Германии мы поговорим в следующий раз. Благодарю вас за внимание и до свидания.